Дорогие друзья, всех приветствую. Кто смотрит этот стрим, нашел как-то смелости, свободного времени, чтобы посмотреть выступление нашего президента, бывшего гаранта Конституции, формального гаранта Конституции, Петра Алексеевича Порошенко. На вопрос, о чем он думал и почему он не знал о том, что против Саакашвили были уголовные дела, которые только признала единственная государство и страна в мире, Российская Федерация Путин, он цинично ответил, что, ну вы знаете, я об этом не знал, когда давал этому человеку, то есть он мне был фактически знаком, не знал о прошлом Саакашвили, откуда он взялся. И вдобавок сказал, что оказывается Саакашвили, имея огромный ресурс и все инструменты влияния изменения в Украине, так и не смог оправдать доверие Порошенко, то есть не смог провести реформы, когда он имел все. Он упомянул меня лично. Оказывается, у меня тоже, значит, я открыл для себя сегодня новость от президента Порошенко, что я, оказывается, отвечал за борьбу против коррупции в Украине. В чем заключалась эта борьба против коррупции? Будучи одним из семи заместителей генерального прокурора, я шесть месяцев добивался того, что мне подчинение наконец-то дали следователи, чтобы я реально мог заниматься расследованием коррупционных дел, только в генеральной прокуратуре, поскольку никакого следствия нам не давали никогда. И четыре прокурора на систему, где работало 18 тысяч работников. Какое-то время мне лично подчинялось две секретарши и один водитель. И я, значит, отвечал за реформу прокуратуры в этой ситуации. Но нам удалось назначить все-таки через колено наших семерых следователей. Потом следовало всем известное дело бриллиантовых прокуроров, после которых Порошенко решил от меня избавиться, потому что любое дело и даже мельчайшее колебание и уголовная ответственность коррупционеров расшатывали его режим, который он, по сути, и возглавляет, как главный коррупционер страны и гарант коррупции. И он упомянул, что он Михаилу Саакашвили дал и одесского прокурора, Тавида Сахаралидзе, которого он же и уволил спустя 8 месяцев, когда я поднял дело по нескольким фигурантам. Одного сегодня судит антикоррупционное бюро, его фамилия Труханов. Второе дело, причем в расследовании преступлений Труханова по выборам мешал сам лично Порошенко, заблокировав все суды Одесской области. Когда другому энергоолигарху Мартыненко пришлось сложить мандат, когда его дубистский товарищ Каноненко и смотрящий президента по всем коррупционным делам оказался также вдоль государственного предприятия ОПЗ, причем сегодня Порошенко говорил, что вот сегодня олигархические предприятия, государственные предприятия платят налоги. То есть никакого его смотрящего, оказывается, в этих государственных предприятиях нет. То есть все эти его смотрящие куда-то испарились и в стране порядок, навел порядок, заставляя всех платить налоги в государственном бюджете, всех олигархов. И произошло то, что спустя пять месяцев того Давида, который, оказывается, я сегодня узнал, я сам, наверное, не знал до конца или тогда оглох или ослеп, что я, оказывается, отвечал за борьбу против коррупции в Украине, увольняют из прокуратуры. И это, оказывается, дача полных полномочий, которых мы не смогли, значит, выполнить и оправдать. Вот у меня даже в этой прогнившей среде, у меня предложение к президенту вернуть мне и дать мне несколько следователей полномочия, эксклюзивные, на расследование коррупционных тел в стране. И я покажу Петр Алексеевичу, что означает оправдать доверие. Ваше, может быть, доверие украинского народа и так далее, и так далее. Мы в этот раз докажем, что нам будет абсолютно наплевать на все. И мы будем сражаться до конца, имея последнего следователя. Вот я предлагаю провести такой эксперимент. Вы же меня уволили, давайте дадите нам ресурс следователей, прокуроров, и мы вам докажем, что такое работать и что такое бороться против коррупции. Даже сейчас в этой ситуации. Поэтому вот, конечно, этого не произойдет никогда, но просто невозможно было слышать вот этот бред, этот беспредел, это унижение своего собственного народа и издевательство. Когда вот президент выступает, ему нечего говорить, рассказывает о каких-то, опять же, виртуальных реформах, рассказывает, что в Мальдивы он летал абсолютно там законно, тратил свои собственные деньги и так далее, и так далее. А главнокомандующий из Мальдив даже не отдалялся от военных действий с мальдивского телефона, значит, давал кокетные военные приказы нашим солдатам, которые мерзли и оказываются там в окопах. Ну, я не сомневаюсь, что мы очень скоро это с вами вместе поменяем, этот беспредел, и реально у нас появится возможность реальной борьбы против коррупции. Поэтому вот это наш ответ. Я думаю, что отдельными, отдельно взятыми действиями мы этого не сможем сделать. Мы можем сейчас удерживать то, что есть, зубами, там, антикоррупционное бюро и так далее, и так далее. Но, к сожалению, то, что творится сегодня в стране, это не называется современное государство, это просто красивая страна на карте, имитация этого всего. И вот эта банда жуликов, недоразумение, в котором мы сегодня все находимся. Поэтому, Петр Алексеевич, прекратите врать, опуститесь, наконец-то, на землю, и дайте возможность этой стране развиваться. Уходите. Вот каждый четвертый украинец, который за вас голосовал, то есть каждые четыре из пяти, извиняюсь, сегодня жалеют, что за вас проголосовали. Вы сегодня являетесь основным тормозом развития Украины. Марши будут продолжаться. Мы вас не боимся, не боимся ваших каких-то псевдосудов, не боимся ваших прокуроров, танцующих с собаками и бегущими с топорами по ночам и так далее. Мы будем добиваться и дожимать полную победу страны. Это все. Вот вкратце хотел об этом с вами поговорить. Так что просто не мог сейчас не отреагировать на вот эту брюхню, что вот оказывается Давид Сапарлидзе отвечал за борьбу с коррупцией в Украине, но вот он как-то не оправдал надежды, наверное, Петра Алексеевича Порошенко, и вот из-за этого он меня и уволил, наверное. Ждем вас на нашей встрече. Сегодня состоится встреча в одном из районов Киева. Сейчас напишу, в каком районе. Диснянском, если не ошибаюсь, к нам приходят те люди, которые ходят на марши, они никак не связаны с нашей политической партией, но все равно хотят объединяться и двигаться дальше. Поэтому победа за нами. И, конечно, грустно было смотреть на эту жалкую пресс-конференцию человека, который должен излучать будущее, видение развития страны, а не оправдываться, почему летал на Мальдивы или там сколько миллионов он спрятал и заплатил.